Здравствуйте, подписчики моего канала, просто любители карт магии наслаждений. Давайте рассмотрим такой расклад, который называется обида. И первая карта нам скажет моя обида. На что вы обиделись? Вы обиделись на мужчину, ничего не хотите делать, ничего предпринимать не хотите, ситуация зависла полностью. Мужчина тоже не понимает, что ему делать, с чем это связано. Это связано с тем, что вы сейчас холодны к нему, что вы отвернулись, что вас не интересует ни он, ни его проблемы. И что вы его осуждаете, да, то есть выпало три старших аркана, то есть ситуация кармическая. У вас идет полное разочарование в этом партнере. Он такой мужчина, который хочет, чтобы ему подчинялись женщины, да, то есть это такой принцип цит женщины, твой день 8 марта. Вас такое, как бы, ситуация не устраивает. То, что еще происходит, как бы, манипуляции сейчас, что с вашей стороны, что с его стороны. Но обиделись вы именно на его манипуляции. А манипуляции были связаны с тем, что он хотел восстановить ваши отношения. Ну, так как по-человечески сказать нельзя, они же делают все неправильно, да. И манипуляция была связана с тем, чтобы как-то с вами договориться в результате, вывести вас на общение. Давайте посмотрим, насколько моя обида является иллюзием, да. Или это завышенные какие-то ожидания. Может, завышенные требования к мужчинам. Здесь выпадает карта Королева Мечей. Вы категоричны, у вас завышенные требования, как по отношению к себе, так и по отношению к мужчинам. Вы несете ответственность сами. Хотите, чтобы рядом были мужчины, которые все-таки несут ответственность как за отношения, так и за вас. Я полностью поддерживаю. Следующая карта говорит, насколько обидой является представление о себе, как об идеале, то есть, например, если вы считаете, что вы идеальны, да, то вы считаете право. Да, вы умеете дарить любовь, причем дарить вы ее умеете искусно, у вас большой опыт, у вас много душевных качеств, вы можете подарить счастье, тепло, комфорт, уют, поэтому, видимо, все это было уже мужчине подарено. В результате вы не получили то, что хотели, вы развернулись и ушли. И следующая карта говорит, насколько ваша обида является средством манипуляции против этого человека, да, может, вы хотите до него достучаться, вы хотите сесть за стол переговоров и поговорить по душам, вы хотите, чтобы он вас услышал, и вы хотите до него что-то донести такое, да, то есть, тут очень связано с тем, что, видимо, не получается как-то поговорить по-человечески. Следующая карта говорит, какие отрицательные последствия для меня влечет эта обида. И здесь выпадает карта десятка чаш, но в плане отрицательного это так, знаете, он может куда-то в сторону отойти, но при желании вы его можете всегда дернуть обратно и никуда мужчина от вас не денется, да, но обиделся он там тоже, ну, пошел ему куда-то. Так, что я могу сделать, чтобы избавиться от своей обиды, если она вас мучает, там, дышать не дает, спать не дает, да. Что вы можете сделать? Побалуйте себя, побалуйте себя, сходите куда-нибудь в красивое место, да, подарите себе какой-нибудь романтический вечер, может быть, даже и другим мужчинам, то есть просто уделите себе любимое внимание, сделайте себе какой-то праздник, и вся обида у вас пройдет. Кто хочет рассмотреть свою проблему, связанную с обидой на молодого человека, там, да, или на мужчину свою, заказывайте приватный расклад, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Продолжение следует...